Азербайджанский солдат Пойманных на территории Армении Кстати, аргумент насчет Заблудились не работает Так как обнаружено они были в 100 километрах От места дислокации Первый из них был арестован и накормлен Второй убил 57-летнего армянина Забрал у него телефон и вышел в прямой эфир В ходе которого рассказал О своем героизме Аля Рамиль Сафаров Пролитой армянской крови и желании Проливать ее дальше За свой героизм он получил Паруча Палахов от родственников убитого Его никто не пытал И он понесет наказание По всей строгости закона за терроризм А теперь мы напомним Нашим забывчивым Абширонским соседям Что происходило с нашими пленами Попавшими в руки Азербайджанских вооруженных сил Не забудем расстрел Взятых в плен наших солдат И расчлененных женщин Военнослужащих армянок Попавших в плен во время Сентябрьской агрессии 2022 года Не забудем расстрел дедушки и внука Во время агрессии 2020 года Не забудем мучения старенького Армянского дедушки Которому отрезали голову Много чего еще ждет Трибунала над фашистами из Баку По крайней мере Мы на это надеемся Президент Республики Арцах Араик Арутюнян Подписал указ Согласно которому Создан антикризисный совет При президенте И утвержден устав совета Перестрелка на границе В районе села Тех Произошла в рамках подготовки Азербайджанам Новой эскалации Заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян Вся пропаганда Азербайджана В последнее время Говорит о возможной эскалации Об этом пишут также Различные международные издания Ссылаясь в том числе На разведывательные данные В целом Азербайджан готовится И этот инцидент произошел В рамках этих подготовительных работ Заявил Григорян Подчеркнув, что инцидент Был спланирован Баку Сегодня министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзаян Посетил с рабочим визитом Самарканд Для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ Я глубоко обеспокоен Недавним нападением Азербайджанской армии На армянских солдат в Сюнике В результате которого Четверо военнослужащих были убиты И шесть ранены Тот факт, что Азербайджан Неоднократно нарушал соглашение О прекращении огня Продолжая блокировать Лачинский коридор Лишь подтверждает Настоятельную необходимость Контрмер Об этом заявил Конгрессмен США Адам Шиф Рубрика Любовь за деньги не купишь 10 апреля В Астане Состоялась церемония Торжественного открытия Улицы Гейдара Алиева В церемонии открытия Приняли участие Ильхам Алиев И Касым Жомарт Такаев Как только главы государств уехали Казахстанские чиновники Выкопали ранее посаженные ели И в целом вернули улицы имени Гейдара Алиева Прежний вид Согласно данным МВФ Армения заняла четвертое место В списке стран С самым высоким экономическим ростом В 2022 году Топ-5 имеет следующий вид По прогнозу Международного валютного фонда ВВП на душу населения в Армении в текущем году составит около 8 тысяч 10 долларов В Грузии ВВП в текущем году составит 7600 долларов А в Азербайджане меньше всех в регионе Всего 6760 долларов Правительство Армении с 2024 по 2026 годы Субсидирует строительство 12 малых, 3 средних и 3 крупных хозяйств По разведению раков На эти цели выделили 900 миллионов драмов То есть 2,3 миллиона долларов Для получения субсидий Хозяйство нужно будет оснастить Экономными системами расхода воды В Армении производится примерно 3000 тонн раков Из которых порядка 2000 тонн экспортируется Вместе с тем их неконтролируемый отлов из Сивана Привел к резкому сокращению численности В результате чего правительство Вынуждено искать альтернативные пути Одним из которых является создание Искусственных водоемов по разведению раков Проект реконструкции Кондо Разработанный в свое время компанией Ереван Проект и Мэрии Леона Перейдет в практическую фазу В ближайшее время армянские и французские специалисты Приступят к работе Привлекая жителей Кондо Цель инициативы Объединить новые с традиционным в городской среде Сохранив первоначальный колорит исторического района ЗАО Best Buy Aram инвестирует более 11 миллионов долларов В производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов Металлических конструкций и их фрагментов в Армении В рамках программы на 2023-2030 годы Планируется инвестировать более 4 миллиардов драмов Создать 50 новых рабочих мест С зарплатой от 350 до 600 тысяч драмов Примерные годовые объемы производства Предусматривается довести с 75 миллионов драмов До 988 миллионов драмов Армения назначит в Германии торгового представителя Армения ставит своей задачей Нарастить торговый оборот с Германией на 35-40% ежегодно Согласно армянским статданам Этот показатель в прошлом году составил чуть более 530 миллионов долларов Что на 83% превысило объемы 2021 года Капан в 2026 году станет молодежной столицей СНГ Решение об этом было принято на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Самарканде Правительство Армении приняло порядок от срочки от службы в вооруженных силах для обучения по STEM-дисциплинам Это естественные науки, инженерия, математика Viva MTS запустила мобильную сеть 5G в Гюмри Теперь помимо Еревана сеть 5G доступна во втором по величине городе Армении 5G – самая инновационная технология мобильной связи с высокоскоростным интернетом и сверхбыстрым временем отклика 17 канатных дорог, 105 километров лыжных трасс Таковы планы запустившей зимой этого года свою первую канатную дорогу в Армении компании Майлер Маунтин Резорт Для сравнения, в настоящее время самая большая протяженность трасс в Грузии, в Гудаури, составляет 70 километров В Сочи, в Розахутере – 100 километров В Ереване прошел форум с участниками программ With Right Armenia и Armenian Volunteers Carved Участники, волонтеры программ посетили культурно-образовательный центр Mamik Guest House Где узнали про древние армянские традиции Смогли принять участие в традиционном армянском ритуале выпечки хлеба – лаваша Ведь выпечка хлеба для армян – это целый ритуал с распеванием национальных песен И за душевными разговорами вокруг специальной печи – тонира, который в многие века был основной частью армянского крестьянского жилища Волонтеры также узнали про национальные армянские куклы и смогли заняться гончарным ремеслом На мероприятии приняли участие около 30 ребят-участников программ, приехавшие из Америки, Канады, Европы, России и других стран Здравствуйте, меня зовут Лилита Вагян, я прилетела из России, в город Москва Я участвую в программе «Белстрайт Армения» И на данный момент я уже как два месяца в этой программе, я безумно счастлива, мне все нравится Мы путешествуем по Армению, знакомимся с культурой армянской И сегодня у нас как раз одно из таких мероприятий Мы знакомимся с армянскими традициями, как пекут лаваш, хлеб, как это все делали наши, скажем так, предки И сейчас вот мы как раз-таки занимаемся их делом Привет, меня зовут Маркосян Хакоб, я приехал из Ливана Здесь я нахожусь благодаря программе «Депи-Хайк» Занимаюсь волонтерством, мы посещаем различные места Сегодня мы пришли познакомиться со своим прошлым, с нашей культурой и научимся многому Например, как печь лаваш, а после планируем попробовать его на вкус Здравствуйте всем, приехала я из США, из Лос-Анджелеса Нахожусь я здесь благодаря программе «Депи-Хайк» Сегодня мы пришли в это замечательное место познакомиться с армянской культурой И испечь армянский лаваш, также пели, танцевали и очень хорошо проводили время Мне очень интересно познавать армянскую культуру Меня зовут Рубен Айвазян, я из Москвы, из России Я участвую в программе «Birthright Armenia» как волонтер Программа сегодня еще не завершена, но уже осталось очень много приятных впечатлений От музыки, от танцев, от каких-то историй и пониманий того, что эта история частичка какого-то быта Частичка каких-то таких нюансов и моментов, она есть во мне Это было очень познавательно и интересно Организация «Безрайт Армения» дает возможность каждому армянину получить самый разносторонний опыт Во время своего пребывания на родине Миссия организации заключается в укреплении связи между Арменией и армянской молодежью в мире «Безрайт Армения» стремится создать новое поколение лидеров в диаспоре Которое будет активно участвовать в жизни своих общин и в развитии Армении Армянский волонтерский корпус AVC – это независимая организация Которая является детищем волонтерского корпуса мира Каждый, кто занимается волонтерством на благо Армении, может воспользоваться одной из этих программ Чтобы приехать в страну и участвовать в важных и интересных проектах По случаю праздника материнства и красоты и благовещения Божьей Матери Ученики Центра Шарля Азнавура решили порадовать всех матерей своей концертной программой Культурный центр имени Шарля Азнавура всегда держит в поле зрения все праздники Не желая упускать ни единого из них, чтобы сделать день детей ярче Не стал исключением и праздник материнства и красоты Во время которого дети своими выступлениями вызывали улыбки у матерей Учащиеся танцевально-вокальных классов Нешкольного образовательного учреждения Центра И танцоры ансамбля песен и танцев Арцах и Баликнер Весь вечер представляли свои номера, к которым готовились так долго Поверьте, наши дома искусства вместе со школами и детскими садами являются именно теми местами, где дети отрываются от реальности, чувствуют себя хорошо Конечно, мы их воспитываем с помощью песен и танцев, рисования и речи Несмотря на блокаду, мы должны продолжать развиваться Ребёнок, во-первых, не должен разочаровываться И внешняя сложная ситуация не должна влиять на его психику В ходе мероприятия неоднократно подчёркивалась роль армянской женщины в арцахском обществе во все времена Во время концерта дети представили различные номера о матерях А также были показаны армянские народные танцевальные номера Мероприятие завершилось песнями о мире и жизни, что является единственным пожеланием для всех нас В 2024 году спортивной столицей СНГ станет Гюмри Погода на выходные Мероприятия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова